Важность старых советских фильмов для достижения продвинутого уровня в вашем русском языке. Важность старых советских фильмов для достижения продвинутого уровня в вашем русском языке. Если ты говоришь с человеком на его родном языке, ты говоришь с его сердцем. Ну, я решил продолжить сказать, что говоря с человеком на языке его любимых фильмов, ты говоришь с его душой. Это я придумал сегодня утром, так что это неизвестное никому высказывание. Спасибо. Итак, прежде чем мы перейдем и будем обсуждать конкретные фразы, конкретные какие-то крылатые выражения из фильмов, я хочу сделать небольшую предысторию. И, в общем-то, мы любим, мы, я имею в виду русскоговорящие, русские, те, кто любит русский язык. Мы любим старые советские фильмы, некоторые российские фильмы тоже, ничего. Вот, ну и давайте опять опрос. Скажем, ну, я вообще-то уже спрашивал, что вы любите. А кто не видел еще советских фильмов? Ага, так, вас не очень много. А остальные уже все видели. Ну, хорошо. Итак, друзья, советские фильмы, они разошлись на цитаты. И не случайно, в общем-то, мы, я решил сделать этот ток, как бы это выступление по поводу фильмов. И мне кажется, если вы хотите, чтобы ваше общение с русскоязычными было просто волшебным, очень крутым, если вы потребите хотя бы одну-две фразы или цитаты из фильма, то вы, вас ожидает огромный успех. То есть сразу, моментально у вас остановятся хорошие дружеские взаимоотношения, с кем бы вы это ни делали. Вот, это действительно так, потому что мы часто разговариваем цитатами. Мы обожаем фразы и цитаты из этих фильмов. Каждый россиянин, русский, и не только русский, но те, кто знает русский язык, видели эти фильмы. Они знают их практически наизусть. Вот, и поэтому, когда ситуация в вашей жизни очень напоминает какую-то сцену из этого фильма, достаточно сказать два-три слова упоминания что-то из этого фильма, как все обеспечено, очень хорошее настроение у всех. Вот, сразу все начинают смеяться. И это действительно так. Сегодня мы посмотрим некоторые примеры, и вы это увидите. Мы действительно часто используем цитаты и фразы из этих фильмов, крылатые выражения, мы еще их называем, постоянно в своей речи. Мы даже этого не замечаем. Мы в первый день, когда только приехали в Берлин, разговаривали с Ириной, сейчас ее здесь нету, она сказала, что русский язык очень хороший. Вот, мы, вот, я просто начал замечать, из-за того, что у меня выступление готовилось, я стал подсчитывать, сколько раз мы за вечер употребили какую-то цитату. Их было несколько, где-то пять, как минимум за один вечер, там, за два часа. То есть, мы это делаем на автомате. Я бы хотел сегодня, те, кто изучает русский язык, особенно от уровня А2, B1, B2 и выше, чтобы вы выучили, может быть, одну, может быть, три, может быть, больше фраз, которые вы могли бы сегодня употребить. Найдете русского, русскоговорящего носителя языка и скажите ему одну из этих фраз. И посмотрите на реакцию. Конечно, было бы идеально, чтобы его здесь не было, чтобы он не знал о том, что это такой эксперимент. То есть, надо удалиться. Мы все равно будем ебаться. Ну, это точно. Итак, когда мы, когда кто-то с нами употребляет цитату или крылатые выражения, мы моментально чувствуем близкую связь и рапорт. Не очень русское слово, наверное, но нормально. Кто использует цитаты из фильмов. То есть, если иностранец, который точно известно, что это не носитель языка, который изучал язык, скажет удачно, в нужное время, в нужное место правильную фразу, просто будет обеспечен, я даже не знаю, это будет взрыв мозга у русского. Потому что русские думают, что язык наш очень сложный, и что никто его выучить не может. И если какой-то иностранец не просто говорит по-русски, там, здравствуйте, до свидания и так далее, а может сказать что-то, что является нашим секретным языком, грех мозга обеспечен. Прямо гарантирую. Поэтому я решил выбрать такой интересный, не просто там, introduction, interaction, а что-то более такого продлинного. И если вы не видели каких-то из этих фильмов, я надеюсь, вам понравится. Итак, я отобрал, это было сделать очень трудно, отобрать, ну, время у нас ограниченное, я выбрал там 30, может быть, больше фраз, о которых мы можем поговорить. Может быть, если останется время, я найду какой-нибудь ролик, где есть эти фразы, и мы их увидим в фильме. И вы видите, да, я еще ничего не сказал, они уже начали сниматься. Фильм «Кавказская пленница» оттуда много. Этот фильм, и вообще фильмы режиссера Леонида Гайдая, если я не ошибаюсь, особенно его фильмы разошлись на цитаты. Практически все его комедии используются как раз на цитаты. Да, «Птичку жалко». Это надо говорить с очень грустным видом. «Птичку жалко». Можно с иронией. Можно с иронией. Я думаю, что мы можем сделать небольшой интерактив, если кто-то из носителей хочет поучаствовать и объяснить, например, где можно было бы употребить Тулина.